в детстве в юности даже это было любимым моим занятием перетереть всю посуду мамину посуду в серванте не знаю любил этим заниматься ставил ядро наливал туда шампунь или не помню уж точно что-то на шампунь по моему и натирал все это мне нравилось когда все блестит и я очень раздражался когда после какого-нибудь праздника кто-то не дай бог поставил посуду немытую или не протертую люблю что все блестело вот как здесь красивая такая подача что это такое то а это соломки по моему ну да обезьянки солон очки новая зелененькая кстати вот такие стопочки у меня есть они у меня есть и прозрачные с золотой каемочкой из такие же зеленые рыбки комплект здесь можно приобрести шел до самоваров какой формы вам нравится мне все таки вот этот пузатенький нравится больше также перед нами шкафы выбор шкафов витрина книжный там еще один книжный с бронзовыми накладками очень атмосферная вот эта история с перекладинами ключ родной но здесь и книги хорошие истории искусств живопись всеобщая история живописи илья глазунов ой но этот купол конечно это особенная изюминка данного помещения я вам еще и покажу как на улице выглядит это здание очень красивая архитектура это что у нас это стекло стекло я подумал со стороны выглядит как будто это бронза уделить внимание вот этой кружечке этой паре тоже лфс чайная достаточно большая многие из нас любят все-таки пить кругу пить чай с большой кружки красная история какая яркая данил нас завел граммофон вся громкость это что за музыку вы наигрываете что это музыка из моего сна максимальная губкость по моему не подходят я его не могу закрутить в городе и серый крючок он был не подходящий вчера я заснулся лучше откроем когда он смеялся мне представился сад с яблоками или цветущий сад какая-то такая легкость старое старое кино дача скатерти кружевные но это лично я такую картинку увидел когда он смеялся очень красивый торшер ножка из мрамора очень высокая медуза напоминает правда необычный набор рыбка штофик а здесь лебедушка закрывашка голова лошади вот такие стопочки вот два пузоватых кувшина вот таких интересных сейчас мы из этого сделаем наверное обложку для этого выпуска это наверное звонок в дверь был вот интересная вазочка предмет посмотрите в форме пингвинчика животик вот у него забавное да это у них красивый звонок такой вот дверь а это что за шкатулка с браслетом браслет внутри лежит кузнецовский фарфор узнаю сразу салон салон очка о как красивая кружка старая-старая бронза с подписью подсвечник шкатулка так вот сказки пушкина палех 1985 год много елочных игрушек вижу здесь лежат груши вот такие они даже еще блестят блеск на них сохранился посверкивает ой какая прелесть это что это корзинка вот такого чуда я не видел корзиночка с цветком и здесь стекло тоньше чем скорлупа яичная просто невесомая вещица интересный предмет такого я еще не встречал германия кошки дерутся а эта сытая довольная она не дерется она добрая как Иван Рыбников довольная жизнью как говорится рядом есть и враги вот такие но они маленькие перед Иваном Рыбниковым все вы уже привыкли к моим шуткам не воспринимайте всерьез а вот лев какой интересный я на солнышке лежу и усами шевелю вот какие ступочки посмотрите необычные парочка ну по-моему такие для текилы вот такая тарелка и посмотрите к ней даже есть подставка вон там отдельно она разложена если ее сложить то можно поставить мы сейчас сложим вот такой необычный предмет на подставочке теперь у нас как солнышко как морозный рисунок кстати свеча горит видите вот такого Филипп Камп тоже присылала мне Маргарита стоит у меня ЛФЗ это Санта-Клаус по всей видимости из ваты из ваты стоят грибочки здесь также если долго ходить конечно можно найти много интересных предметов здесь например вот такая солонка шляпа снимаю шляпу перед вами мадам видите солоночка вот такие миниатюрки по-моему здесь было раньше еще и крышечка этого чайничка часы все это фарфор очень интересная красивая солонка дулева дулева выглядит по-царски так вот еще солонки интересные и горчичница второй солонки нету перочницы и вот там вдалеке вижу интересный петушок из стекла я вообще пришел зашел думаю посмотрю здесь графин но что-то я на них не набрел хочу графин с бронзовым верхом такой хрусталь и бронзовый верх металлический вот интересная парная ваза красный столик красный столик на котором стоит вот такой набор комплект часов с подсвечниками хотя это не подсвечники это просто ваза с цветами но это очень красиво стало замечательно хрусталь хрусталь ключик от часов между прочим стразы вокруг циферблата и посмотрите какие красивые стрелки тикают вот так наши часики тикают важно в жизни что-то успеть сделать не только для себя но и для других посмотрите можно вынуть даже и посмотреть как это из чего сделано такая наполненность чтобы они там не болтались ну то есть вот это продолжение за этими часами стоит невероятной красоты ваза посмотрите сама форма и рисунок очень красивые сейчас мы обойдем с той стороны и я вам покажу поближе музыку просил убавить чтобы она нам не мешала и чтобы на ютюбе все это прошло фотограф работает вы видите вспышки так и мы подобрались как раз к той вазе поближе здесь сидит вот такой принц красивый мышь сидит интересный комплект вот подсвечники чернильницы пресс бувар это у нас под что вообще выглядит как спичечница на униксе красивый комплект и как он красиво смотрится на этой светлой карельской березе вот интересные тоже предметы малахит а внутри красный бархат крышка тяжелая пара подсвечников невиданные рыбы красивый комплект тяжелая бронза сентябрёв или сентябрёв что это такое с твердым знаком старенький очень вам знакома такая надпись мне пока нет интересно есть ли у них реставрации реставрации нету но они по-моему могут отреставрировать ну что касаемо живописи то есть рисунок нанести или там золото вот интересно как выглядит старая старинная полка и старинные книги очень атмосферно огромное блюдо висит прорезное вот такое из латуни Китай наверное скорее всего горчичница такая клейма нет есть только цифры поэтому чья она я не знаю с маленькими приятными ручками такими вот эти конечно две вазочки очень красивые с юбочками небольшой витринке я вижу что по-моему стоит кузнецов но также вы отживут кузнецов вот здесь наверху очень красивый флакон как будто льдинка в руках моих стаканы с гербом фужеры а не стаканы ох какая солонка с гравировкой гениальный гениальный предмет пара пузырьков знакомая нам богемия и там ниже она же тоже богемия здесь здесь у них еще один склад небольшой такой и допустим вот есть такой предмет красивый он к сожалению поврежден но вот кто может отреставрировать может его приобрести стоит всего лишь тысячу рублей очень красивый большой предмет и кстати редкий очень красивая вещица визитница например я пока не встречал вот таких предметов вот эти две девушки очень красивые обливная керамика посмотрите с кошечкой и с косыночкой петушок масляная головушка шелково вородушка чего использовались вот такие что это ставриды или как это какая рыбка забавный экспонат с нептун красавец девятисотые годы между прочим сплав металлов каких точно не знаю стоит на такой рыбе тоже европа девять девятисотые годы майолика база с вишенками 17 тысяч стоит очень яркая симпатяшка милая небольших размеров ну как раз таки наверное хорошо под вишню или черешню ваза австро-венгрия восьмисотые годы 37 тысяч небольшая она невысокая сантиметров 25 и 25 наверное в ширину это у нас подчастник да пока что без часов вот красивая ваза ох какая красота о боже с медальонами бог ты мой посмотрите какая роскошь эмаль ох вот чудо так чудо диво так диво с родной пробочкой надо же но это тоже конечно графин красивый ну вот этот меня вообще впечатлил сколько же сие чудо стоит интересно свои друзья 35 тысяч его стоимость восьмисотые годы ну вот их нужно вот они прям друзья родственники с этой вазочкой вот тоже какое-то чудо часы основание для лампы фарфора латунь ну все вы видите да что здесь много интересного всего такое такая вазочка или подсвечник ну скорее всего вазочка костя очень актуальная актуальная вещь с вами я встал встал зала и здесь акустика такая шикарная знаю что многим вам понравилось мой тембр кстати завтра я еду записывать новые песни на не на студии а на сцене то есть клипы как костюмчик уже писал так вот делаем новые записи так что вы скоро все увидите и услышите ну вот здесь прям здорово так стоять не знаю спеть не спеть людей не пугать главное чтобы костюмчик сидел непринужденно легко и вальяжно все остальное поверьте не важно нет не будет серьезнее дел вот попели чай попили и за работу как говорится да за дело посмотрите какой необычный предмет это же шлем это шлем я лично такой предмет еще не видел ни разу очень красивый вот тоже необычный предмет декантер кувшин посмотрите какой они весомы легкий легкий прозрачное стекло монументальная вещица это у нас такая необычная подставка для десертных ножей вишенки в каждой вишенке отверстия и можно поставить в них серебряные или позолоченные ножички интересный вариант это по-моему курительный предмет предмет тоже к этим часам потому что цвет камня тот же самый есть еще один вариант часов даже с ящичками это медведь передает вам привет из магазина антикварного магазина однажды какой он хороший ну-ка поговори с нами вот такой забавный медвежонок мне кажется сейчас редко очень сохранились такие разговорчивые медведи хорош правда может даже кто-то из вас купит придет его заберет сюда красивое место атмосферное кстати мне сейчас сказали что здесь проходят интересные посиделки может быть мы с вами на одну из них и попадем где раскладывают карты вызывают духов то есть такие своеобразные атмосферные духов того времени возможно даже тех людей кому принадлежали эти предметы может быть и нас с вами пригласят и будет новая часть нашего похождения в этот прекрасный магазин под названием однажды однажды мы придем сюда еще раз все целую всех обнимаю до новых встреч вашего нарывников конечно очень понравился этот предмет с амурчиками а еще на этом столе как же он красиво смотрится мы делаем фотографию так как ну заключительную фотографию узнали меня здесь продавцы и говорят иван у нас есть фотограф давайте сделаем фото что вы у нас все-таки были для инстаграма нам тоже интересно я ухожу не спустя пустыми руками забираю вещь которая мне понравилась приобрел скидку конечно мне сделали поэтому очень приятно у меня такая новинка шикарная центр стола ну все запаковываем и я поехал домой искать место новому предмету в своем интерьере уже поздно вечером уж так я увлекся всем этим антиквариатом действительно прекрасное место не успел заснять его вам днем потому что архитектура здания просто роскошная поэтому я попросил Данила чтобы он мне снял днем всю эту красоту и кстати в этом доме жил Моисеев Борис вот в этом доме удобно то что однажды работает всю неделю с понедельника до воскресенья так что вот я вам новое место открыл прекрасное